Здравствуйте! Это передача в областном совете. Студия Елена Горская. Смотрите сегодня. Налоги для букмекерских контор в области вырастут в два раза. Платят налоги 125 тысяч за эти вопросы, а будут платить 250. Региональный парламент готовит новый правовой проект для молодежи. Он пройдет в виде квест-игры. Для того, чтобы нас услышали и поняли, необходимо говорить на языке молодежи. Меньше справок. Сокращается количество документов для оформления областных льгот. В Липецкой области увеличат налоговые ставки на игорный бизнес. Соответствующие поправки в областной закон на этой неделе поддержала комиссия регионального парламента. Документ направлен на рассмотрение комитета по экономике. Законопроектом предлагается увеличить налоги на игорный бизнес в два раза. В том числе это касается процессинговых центров букмекерских контор. Так, букмекерские конторы сейчас платят налоги 125 тысяч за эти вопросы, а будут платить 250. Кроме того, в число объектов налогообложения дополнительно включены центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор. Налоговая ставка на один такой центр составит 3 миллиона рублей. Всего, по данным разработчиков документов, в Липецкой области по действию данного закона попадают 44 объекта. Увеличение налоговых ставок позволит дополнительно привлечь в бюджет региона в текущем году 6 миллионов рублей. В марте в Липецкой области стартуют новые социальные проекты регионального парламента, направленные на правовое просвещение молодежи. Это квест-игра для студентов липецких вузов и старшеклассников. Первое интеллектуальное соревнование посвятят предстоящим выборам президента. Подробнее об этом в нашей рубрике из первых уст расскажет инициатор проекта. Начальник правового управления регионального парламента Людмила Солохединова. Людмила Николаевна, в Липецке уже больше 10 лет успешно реализуются региональным парламентом сразу несколько социальных проектов. Это деловые игры и правовое кино. Сейчас региональный парламент готовит еще один проект. А в чем его идея и на какую аудиторию он рассчитан? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что не для каждого студента и тем более школьника интересны избирательные законодательства. Оно довольно сложное и объемное. Один только федеральный закон, а основная гарантика избирательных прав и прав на участие в референе граждан РФ занимает более 100 страниц. Поэтому идея заключается в том, чтобы в игровой форум, в доступной форме, ненавязчиво позволить студентам проверить свои познания в области избирательной законодательства, пройти все стадии законодательных процессов, заполнить избирательные бюллетени, опустить его в ящик для голосования и тем самым быть готовым к предстоящим выборам. Не только 18 марта, но и в дальнейшем. Это будет квест-игра. Почему именно такая форма взаимодействия была выбрана с молодежью и каким образом будет проходить это мероприятие? Действительно, вы уже назвали наши проекты, которые реализуются второй десяток, это деловые игры, второй десяток лет. И сравнить ту молодежь, которая была 10 лет назад и сегодня, конечно, они отличаются, поскольку мир меняется, меняемся мы и, естественно, молодежь. И вот мы полагаем, что для того, чтобы нас услышали и поняли, необходимо говорить на языке молодежи. Для того, чтобы позволить молодежи еще приобрести опыт работы в команде, для того, чтобы почувствовать, как действовать в непривычных обстоятельствах, в помещении, в ограниченном времени, чтобы психологи называть стрессовой ситуацией, вот с этой целью и предусмотрели такую форму. Когда и где будет проходить эта игра и какая тема выбрана для первой такой интеллектуальной встречи с молодежью? Предполагается, что мы проведем в помещении технического вуза, технического нашего университета, учитывая огромные площади, которые у них имеются, если они нам предоставят их. Поскольку эта игра предполагает не только размышления в привычных формах за столом, за школьной партой, а как раз в жизни чаще всего мы в других обстоятельствах думаем и принимаем решения. Так и здесь. Для этого нам нужна большая площадь была, и мы предполагаем в первой декаде марта провести это мероприятие. Для того, чтобы ребята прошли все восемь этих станций, на каждой станции получить задание, ответить и прийти к финишу. То есть тема квест-игры будет посвящена предстоящим выборам? Взбирательным законодательством, да. Кто сможет, Вилла Николаевна, принять участие в этих соревнованиях? Ограничено ли количество этих участников? На сегодня количество участников, конечно, не ограничено. И все, кто пожелает, я имею в виду учебное заведение в школы и в вузы, все примут участие. Исходя из того, сколько будет заявок, столько будет и подготовлено задание. Это совершенно несложно. Сама тема исходила от молодежного парламента, и вместе мы каждый шаг прорабатывали. Я думаю, на сегодня есть для восьми команд уже задание. Если заявит большее количество участников, будут подготовлены дополнительные задания. А что нужно для того, чтобы принять участие в этих играх? Заявить о своем участии. Информация будет размещена в ближайшее время, как только мы определимся, более точные даты. На сайте областного совета и подать свои заявки на участие. Людмила Николаевна, на какую реакцию участников этой игры вы рассчитываете? Как думаете, повлияет ли данное мероприятие на сознательность молодежи во время выборов президента? Без сомнений, студенты и учащиеся в школах, когда будут готовиться к этому мероприятию, они заглянут в избирательное законодательство. И сомнений нет, что некоторые из них заинтересуются. И истории законодательного, избирательного законодательства и содержанием. Я так думаю, что это не только повлияет на то, чтобы прийти на голосование, но для некоторых, может быть, это будет возможно в дальнейшем использовать свое не только активное, но и пассивное право выдвигать свою кандидатуру и на выборы на муниципальном уровне, региональном, вплоть до того, что и на постпрезидент. После выборов этот проект продолжится? И какие меры поощрения предусмотрены для победителей этой игры? Да, это форма, которую мы предполагаем в дальнейшем использовать. Это только впервые произойдет в такой форме. Избирательный законодательство, поскольку связан с ближайшими мероприятиями, связан с выборами. Учитывая, что областной совет депутатов у нас уже не одно десятилетие проводит огромную работу, в сфере поддержки детей, защиты их прав, поддержки семей, молодежи и все, что связано с нашей молодежью. И учитывая, что это десятилетие, десятилетие ребенку посвящено, мы в ближайшее время проведем квест на эту тему, связан с правами ребенка, семьи, с профилактикой правонарушений. Если говорить о победителях, именно той игры, которая запланирована на марш, что ждет победителей? Предполагается, что по окончании они в обязательном порядке, я думаю, встретятся с нашим представителем областного совета Павлом Ивановичем Путелином. Они всегда ждут этой встречи молодежи. И во всяком случае, даже те, кто не ждет, для них она всегда интересна. И будут вручены благодарственным письмам участникам и памятные подарки, ценные сувениры. Спасибо, Людмила Николаевна. Это была Людмила Солохединова, начальник правового управления Липецкого облсовета. Мы говорили о новом социальном проекте регионального парламента. В Липецк области упростят процедуру получения льгот. Сокращается количество справок, которые должны предоставлять заявители при оформлении различных пособий и социальных выплат. Соответствующие поправки в областной закон рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента. Свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, а также о смерти будут запрашиваться самостоятельно. Исполнительные услуги в рамках межведомственного взаимодействия. Такие поправки вносятся в целый ряд областных законов, в которых предусмотрена обязанность предоставлять документы, выдаваемые органами ЗАГС. Предполагается, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2021 года. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Вы смотрели передачу в областном совете, передачу о тех, кого мы выбираем. Все последние новости на сайте облсовет.ру. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин